Сегодня мы поговорим вкратце о 67-й странице трактата Баба Кама. И здесь самая интересная тема связана с Миквой. Я уже говорил, что все трактаты у нас связаны друг с другом и нету одной темы. Баба Кама, да, это законы бизнеса и ущербов, а тем не менее, видите, законы Миквы сюда попали из-за дискуссии, связанной с изменениями предмета. Мы говорили на предыдущем уроке, что от того, что человек отчаялся получить свой предмет назад, все равно у нас халаха, как Равьосеф, что вор не приобретает этот предмет. Одного отчаяния недостаточно. А вот если эта вещь изменилась в руках вора, тогда у нас халаха, что теперь уже вор приобретает этот предмет, и он теперь должен только платить деньгами. Как здесь учится из стиха, что нужно вернуть, как говорит Тора, ворованное, которое он своровал. Двойной язык, зачем повторение? Ворованное, которое своровало. А как еще? Имеется в виду, что если это та же вещь, которую своровали, тогда ее нужно вернуть. Но если вещь уже изменилась, тогда возвращаются деньгами, компенсируют ущерб деньгами. Так вот, заодно начинают обсуждать и в законах миквы есть иногда концепции, связанные с тем, как попадает вода в кошерную микву, и изменяется ли сама труба там определенным образом, если трубу сначала приделали к земле, а потом уже просверглили, так сказать, сначала болванку какую-то приделали. В общем, я вдаваться в технические детали не буду, но расскажу несколько общих принципов насчет миквы, тем более, что здесь очень важный и интересный закон выходит из нашей судьи, по некоторым мнениям, а именно, что, как говорится здесь, шиива дарабонан, что если воду таскали в ведрах, шиива, это значит, когда воду черпают. Обычно в микву попадает вода натуральная, которую никогда в ведрах или в каких-то контейнерах не носили. Если воду черпают микву не кошерна, но вопрос, это раввинский закон или закон Торы, как я сейчас расскажу. Такой простой смысл нашей судьи, что это только закон раввинов, что это не закон Торы. И мы тогда позже обсудим с вами, а если это закон раввинов, то почему вообще раввины сделали такую дизельную. Итак, что такое кошерная миква? Все наши женщины замужние выходят время от времени, ну, кроме пожилых женщин, у которых уже закончилась менструация, все женщины еврейские ходят в микву, и до этого они не могут быть с мужем. Когда-то миквы играли еще большую роль, потому что вся ритуальная чистота, коэны, мужчины и женщины, да, жены коэнов, дочки коэнов, да, и также даже любой обычный еврей, который не связан никак с коэнами, если он хотел есть, например, второй майсер, так называемый, в Иерусалиме, в определенные годы нужно было принести вторую десятину и есть в Иерусалиме в чистоте. Всем этим людям требовалось миква, требовалось окунание. Значит, Тора, разумеется, называют моря и натуральные водоемы миквами, да, миква – это фактически натуральная вода. Есть живая вода, так называемая, это не только в сказках, а живая вода – это из ручья, из подобных каких-то подземных источников, да, то, что бьет ключом, так сказать. И есть миква – это просто собранная вода, например, дождевая, которая собралась в какую-то одну лужу, так сказать, достаточно большую, да, какое-то большое скопление воды, миква – это слово ликовод, собираться в воде. Так вот, в принципе, женщины могут окунаться в морях, могут в каких-то ситуациях окунаться в реках, с реками. Есть отдельный диспут, мы уже обсуждали в нескольких местах в Талмуде, еще будет снова в проклятии Бехурот, что реки – вопрос в том, что когда вода течет, не находится на одном месте, то годится только ключевая вода. А в реках та часто большая часть воды – это дождевая, и ее нужно именно, чтобы собралась на одном месте, поэтому река не всегда годится. Тем более те реки, где есть гидроэлектростанции, и там еще по другой причине вода становится шиовим. Так вот это меня подводит к основной теме, что такое шиовим. Значит, вода, которая не годится однозначно, это вода, которая человеком была, или каким-то предметом была, так сказать, перенесена. То есть, если, скажем, человек взял бочку или ведро, и черпал воду, и потом пронес ее куда-то, и залил ее в какую-то яму, то это не будет кашеной миквой. Так вот, здесь говорит Талмуд такое ощущение, что шиовим – это только дорабонон, что весь этот закон – это каравинский закон. То сафот здесь это почти не обсуждают, но они ссылаются на другое место в трактате Бава-Батра, где они очень подробно это обсуждают на странице 66. Видите, вот здесь короткий то сафот, когда говорит, я это объясняю, мы это объясняем в трактате Хамухер Хабайт, это Хабайт, это трактат Бава-Батра, 66 страница. И вот там то сафот приводит, что у них у самих, мудрецы то сафота, это же были разные мудрецы, их было много разных мудрецов, и у них у самих возник диспут между разными мудрецами, принимать ли буквально эту идею, что шиовим дорабонон, что это только равинский запрет. И если он равинский, то в чем тогда причина этого запрета? Значит, мнение некоторых мудрецов то сафот, Рабину Тама, Ражбама, что все-таки, если вся миква сделана из воды, которую черпали, она из торы запрещена. И так постановляет целый ряд мудрецов решением. С другой стороны, Ри, Раби Ицхак, из Балы Тосафот, и также считал Рамбам, он не был, конечно, из Балы Тосафот, но я заодно упоминаю, что это и мнение Рамбама, и целого ряда других мудрецов, что даже если вся миква сделана из воды, которую черпали, она только равинский, по равинскому закону, не кошерна. Значит, что, в чем тогда причина равинов на этот запрет? Ри объясняет, что так как в келим, в сосудах нельзя окунаться и сторой, в ванне, например, в какой-то, то запретили тогда и воду, которую еще омем, чтобы не перепутали с водой, которая в сосудах. Хотя и сторой, если воду вылили на землю, в какую-то яму, то это будет кошерная миква, но запретили ее из-за того, что иначе вдруг будут окунаться в обычной ванне. Как-то так. В общем, получается, что наши миквы, их обычно строят таким образом. Но были еще миквы сделаны на снеге, я сейчас не буду в это вдаваться. Самый простой способ, который сегодня используют, особенно в странах, где не так много снега, и в жарких странах, это следующее. Ждут дождей, ставят специального типа трубы, определенные, не любые, по которым эта вода дождевая скапливается в какую-то яму, называемую бор. И потом то место, где реально люди окунаются, оно соединено с этой ямой определенной дырочкой, как Талмуд это все обсуждает, что это не взять окунаться в самой бор, где скапливается дождевая вода. Достаточно окунуться в чем-то, в каком-то бассейне, который соединен с бор. Поэтому у нас так построен микво, что есть бор, где дождевая вода, а есть вода, которая постоянно меняется, это что из-за гигиены, чтобы не окунались все в одной и той же дождевой воде. Поэтому дождевая вода находится рядом, сбоку, или у Лебавичей, под микво, и во всяком случае, есть отдельное место бор, где именно дождевая вода натуральная, а есть просто обычная вода водопроводная, которую сливают, или фильтрируют, или как-то очищают, чтобы там было гигиенично, и ее соединяется вот эта дождевая вода натуральной водой через такую хошака, это называется, соединение через такую дырочку. Вот вам общая идея, как строятся кошерные еврейские миквы. И такие же миквы используются у нас для сосудов, чтобы окунать новую посуду, которую купили у неевреев тоже, металлическую, стеклянную, окунать в таких же миквах. И, соответственно, вот так строились миквы и тысячи лет назад, и сегодня. Это самый простой способ построить микву. Ну и натуральный, как я сказал, водоемы тоже годятся, просто обычно там невозможно устроить так, чтобы никто не смотрел, чтобы не стеснялся человек окунаться и так далее. Я помню, когда я учился в колледже, у нас недалеко было озеро, и там почти никого не бывало в этих местах, и я ходил туда окунаться время от времени, когда никто не видит, никого у него круг нет, то можно, в принципе, окунуться. Но, в любом случае, это не самое удобное место, особенно, когда холодно. Поэтому обычно делают микву, как я сказал, с помощью того, что собирают натуральную воду в борт и рядом устраивают место, где можно менять воду время от времени. Обычно каждый день ее меняют. Ну и женщины обязаны ходить в такую микву, чтобы быть с мужем, а остальные все окунания, это обычно просто строгости. Например, есть хасиды, которые каждый день ходят, мужские миквы, во многих синагогах прямо под синагогой. Есть миква, в хасидских синагогах это почти всегда так. Люди, соответственно, перед тем, как утреннюю молитву молиться, кунаются, чтобы быть всегда в чистоте. Но это особая строгость, и мы обсуждали с вами когда-то в трактате Брахо, так называемых Твилет Эзра, то, что уставили мудрецы, но потом аннулировали, потому что слишком сложно было это соблюдать. Вот то, что я хотел сказать по отношению к микву, по отношению к этому утверждению, что весь закон Шиовим это дорабонен, по некоторым мнениям. И еще заодно упомяну в нашей судье интересную идею, что, ну, наверное, большинство и так бы догадалось, но вот это утверждение Талмуда, за что действительно большее наказание, если человек не просто украл чужое животное, там, быка или барана, а еще и продал или зарезал. Потому что, как говорится, он продолжает грешить, да, если человек один раз согрешил, бывает, что он раскается еще, но когда он уже и второй раз продолжает свой грех, мало того, что он украл, теперь, может быть, он бы раскаялся и вернул, не, он его зарезал и съел, или продал другому, отрезая, как бы, грубая все концы. Этим он двойной уже грех у него, поэтому наказание больше, штраф больше. Если просто украл животное, он платит двое больше, если его поймали с поличными, а вот если он еще и продал или зарезал, тогда он платит в случае быка в пять раз больше, в случае барана в четыре. А почему такая разница между другом бараном, это будет отдельно обсуждаться немножко позже в Талмуде. И на этом я на сегодня закончу. Если вам нравится это видео, пожалуйста, жмите лайк. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!